Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. У нас перед рождеством все магазины заставлены жестянками с кексами на любой вкус и на любой кошелек. Мне подумалось, что такую классную штуку нужно готовить самостоятельно. Правда, в рамках канала формата такой ролик будет выглядеть странно. Дело в том, чтобы этот кекс набрал свой вкус и аромат, он должен после выпекания простоять, прохраниться при комнатной температуре полтора-два месяца. Получается, что если покажу этот рецепт непосредственно перед рождеством, то вы его не успеете к рождеству приготовить. А если показывать заблаговременно, за полтора-два месяца, то это вовсе не рождественский ролик получается. Правда? Короче, думал я, думал, решил плюнуть на все эти расчеты. Я приготовлю, покажу, а вы хотите его к рождеству пеките, хотите к 23 февраля, хотите вообще к майским праздникам. Список продуктов и основные этапы готовки, как водится, в конце ролика этого размещу. Здесь у меня стоит банка с сукатами и сухофруктами, которые я залил коньяком два дня назад. Здесь у меня смесь всяких разных сукатов, прям в наборе купил. Это имбирь нашел засахаренный. Так, немного сюда кураги и вот такие засахаренные фрукты. То есть, смотрите, это апельсин, не знаю что. Так, 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 и вот так. Вот такая смесь будет. Вместо коньяка можно взять любой крепкий ароматный алкоголь. Можно даже не крепкий, можно крепленое вино взять. Главное, чтобы ароматное было. Набор цукатов и сухофруктов тоже на ваш вкус. Миндаль надо слегка подсушить до духовки или можно обжарить на сковороде. Конвектор включу, температура 200 градусов. А замоченные цукаты отброшу на дуршлаг. Пусть стекают. Размягченное сливочное масло, как это делается в стандарте с кексами, надо растереть до бела. До бела в данном случае не получится, потому что я использую коричневый сахар. Можно и белый использовать, но коричневый, конечно, ароматнее. Вот так будет отлично. Миндаль поджарился, надо его измельчить. И теперь все это к маслу с сахаром. И вводим сюда яйца по одному, каждая перемешивая. Нет, тщательно перемешивая смесь после добавления каждого. Так будет правильно. Остается добавить муку и немного ванили. Захлитель внесу сюда, так его проще равномерно распределить. Если у вас ваниль в виде ванильного сахара или ванилина, тоже в муку и сразу вмешивайте. А если, как у меня, в виде ванильного экстракта, то можно к маслу добавлять. Так, эти куски крупноваты, мягко говоря. Нарежу помельче. Чтобы цукаты хорошо вмешивались в тесто, их надо пересыпать мукой. Это не отдельная мука по рецепту. Я ее беру из общего количества, расходуемого на рецепт. Остальную муку добавляю к маслу с сахаром. Остальную муку добавляю к маслу сахаром. А теперь все цукаты. Все, тесто готово. Так, жестянка для теста у меня высоковата, ну ладно. Это есть раздвижная форма. Вот так вот, наверное, будет в самый раз. На дно бумагу, а чтобы форма не разъезжалась, еще и фольгу использую. Дно и стенки смазываю маслом сливочным. Это масло в рецепте не указывал, это, считайте, отдельно взял. Сколько его уйдет, не знаю. И обсыпать мукой. Вот так. Все, можно перекладывать тесто. Разравниваем и отправляем в духовку. Температура 150 градусов, верхний и нижний нагрев. Конвекцию не включаем. Время выпечки часа полтора-два. Готовность определяется спичкой. Как будет сухое из теста выходить, значит все готово. У меня остался коньяк, в котором замачивались сухофрукты. Довольно много осталось. Примерно 100 миллилитров из этого коньяка я сейчас использую для пропитки кекса. Все остальное перелью в бутылочку и буду сохранять. Я обычно использую такую пропитку для выпечки, которую это требует. Для ромбаб, например. То есть вот для такого. Разные цукаты отдают в коньяк разное количество сахара. Мне надо добавить сюда лимонного сока, сахара, цедры. И количество сахара и лимонного сока зависит от того, насколько много цукаты отдали в этот ваш коньяк или не коньяк, чтобы вы там использовали своего сахара. Короче, пробуйте каждый раз. Да, мне сахара надо добавить. Может вы не коньяк использовали, а портфейн. Вот к нему точно сахар не понадобится. Так, цедру ободрать. Сок выдавить. Коньяк добавить и немного сахара. И перемешать до полного растворения. Все, жду окончания выпечки и остывания кекса. Все, кекс остыл, надо его пробить деревянной шпажкой до низа, чтобы лучше пропитывался. И переложить в жестянку. Теперь пропитываю. Все, закрываем. И оставляем при комнатной температуре на несколько недель. Чем дольше стоит, тем он вкуснее. Будем ждать. Для вас секунда, для меня месяц прошел. Надо посмотреть, что получилось. Что у нас внутри? Так. Я с вашего посоления не буду корячиться там вилочкой и прочим. Я просто буду отламывать руками. Что касается запаха. Аромат не только вот этой коньячной пропитки, которой я пропитывал сухофрукты и... Как они называются-то, эти самые вяленые, не вяленые, засахаренные фрукты и все остальные. Не сухофрукты, короче. Вот их. Не только ими пахнет. Не только коньяком. Здесь смешались запахи и ароматы все вместе и появился какой-то новый непонятный мне запах. Очень классный. Вот этот аромат я иногда в некоторых магазинах, в Рождество ощущаю в магазинах, когда там продают подобного типа кексы. Возможно, это характерный запах рождественных кексов. Самозарождающийся. Не знаю. Что касается вкуса. Слушайте, он в влажной пропитке. Ничего не высохло. Классная штука вот этот металлический ящик короб. Вкусненько. Кусок имбиря попался. Прям классно. Слушайте, классно. Мне это нравится. И я думаю, что он будет еще круче, еще вкуснее через месяц, через два. Он был бы вкуснее, если бы я его сегодня не сожрал. Он, конечно, очень сладкий. Мне нужен крепкий, горячий, черный, не сладкий чай. Но это вкусно. И это однозначно для меня вкуснее, чем все то, что я мог купить в магазине и попробовать. Так что готовьте заранее. Не знаю, когда вы успеете. На 23 февраля или на 8 марта. Или к следующему году даже. Готовьте и наслаждайтесь. Огромное спасибо за компанию. Подписывайтесь, ставьте лайки, дизлайки обязательно тоже ставьте. По нескольку штук сразу, если получится. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok